привет всем вы на канале позитивный огород и сегодня хотелось бы рассказать вам о тех новинках о сортах детерминатных томатов которые мы собираемся выращивать в этом сезоне на своем приусадебном участке начну с татьяны высотой на 60 сантиметров и и не нужно посынковать то есть очень удобный сорт а масса помидорки где-то 250 граммов то есть достаточно такая крупная помидорка формируется в открытом грунте и указано также на упаковке что она устойчива к фитофторе по крайней мере от именно картинка просто завораживающие очень бы хотелось именно такой томат вырастить у себя на участке также расскажу и о супер клуше ну куш наверное многие выращивали а это супер клуше плоды у нее где-то до 250 грамм также как у татьяны высотой на 30-40 сантиметров стебель очень устойчивый и куст сам по себе такой штамбовый тоже очень крепкий устойчивый хороший куст ну и также очень хорошо выращивается в открытом грунте также расскажу и о кокетке высотой на где-то 50-70 сантиметров высокоурожайная и кистевая до 100 граммов не томаты также она подходит для тех дачников которые но не так часто появляются на своих участках то есть именно с ней возможны редкие сборы и она очень хорошо транспортируется то есть пригодна для транспортировки также расскажу и про новичок розовый вот такой томат высотой он где-то 60-70 сантиметров и вот он у нас где-то 80-115 граммов ночные на пригоден для консервирования очень такой хороший томат тоже и устойчив к растрескиванию и следующий томат это розовый фламинго очень такой он красивый на упаковке он подходит как для открытого грунта так и для пленочных теплиц высотой он 40-50 сантиметров а масса где-то 110 граммов и он очень высокоурожайный такой малины очень красивый томат но также и расскажу и про любашу это у нас гибрид также он у нас невысокий где-то будет он наверно сантиметров также 65 но в теплице наверно да так же до 100 где-то будет вырастать масса у него 140 граммов и вот в чем у него плюс так это в том что на упаковке указано что он устойчив к многим заболеваниям томатов это вершиной гнили различным другим болезням и устойчив к растрескиванию то есть очень такой хороший томат и интересно попробовать у себя посадить и вырастить ну и можно так вот немножко как бы объединить их что все они у нас достаточно невысокие томаты у них то есть есть 110 граммов есть и 250 граммов то есть достаточно такого хорошей массы удобные выращивание в открытом грунте не нужно их часто посынковать и вообще некоторые совсем не нужно посынковать поэтому всех кого заинтересовали данные томаты также ищите их описание и возможно они вам понравятся вы их приобретете но всем кто смотрел это видео спасибо большое подписывайтесь на на канал и заходите почаще в гости пока пока